В НАТО, в этот блок, входят различные страны, поэтому в рамках этой организации был выработан единый механизм оценки, принятия решений и контроля по проведению операций. По сути, это и является вот этим конструктором Лего, который может встраивать в себя разные системы. Здесь, в Украине, мы знаем, что у нас очень война, продолжаем сопротивление, и это реформа, которую мы предлагаем сейчас в Гвардии, это сетапами, и чтобы сейчас не пошло так, чтобы мы что-то испортили. Добрый вечер. Мы говорили, что в течение двух месяцев будет представлен план реформирования главного управления, и это время уже истекло, и у нас готово предложение по реформированию главного управления. А дальше мы говорили о том, что в течение полугода по этому плану должны быть реформированы территориальные управления и уже подразделения. Вот о чем шла речь на этой пресс-конференции. Эта работа сегодня идет, и в ближайшее время новым командующим будет принято решение, по какому пути пойдут реформы, как это будет реализовано, потому что очень важно в этом смысле его замысел, его видение, как он видит. И главное, что в этом всем вопросе это видение стратегическое высшего руководства страны, как оно видит комплексное реформирование всего сектора нашей страны, и Национальная гвардия будет его частью. Ну, тут мне подсказывает редактор, что я забыл представить гостей. Я прошу прощения, я просто был немножко взволнован о том, что мы будем разговаривать по-русски. Мне вот буквально на оху шепнули за 30 секунд до эфира, поэтому я так перестраиваюсь на ходу. Константин Паршин, константат Национальной гвардии, и Георгий Калантадзе, тоже консультант, но тут стоит отметить, что Георгий еще и начальник объединенного штаба вооруженных сил Грузии в 2012 году. — Октябрь-ноябрь. — Да. — Да, в октябре-ноябре. Георгий, а хотелось бы услышать вот вашу какую-то сравнительную характеристику между тем, как этот процесс начинается в Украине и тем, как этот процесс проходил в Грузии, потому что я точно знаю, что в Грузии на стандарты НАТО перешли достаточно оперативно. Возможно, потому что там не так много личного состава. Возможно. Я не берусь судить стопроцентно об этом. — Похожи ли эти процессы? И, как вам кажется, имея уже тот опыт, который уже есть, насколько успешным будет эта реформа в Украине? — Ну, я вам скажу, что была другая ситуация сейчас у нас в Украине. Другая ситуация. Тогда у нас пришел к власти Михаил Саакашвили. И тогда у нас не было такой напряженности, не было войны. Это был 2004 год, когда мы начали успешно переходить с этапами на стандарты НАТО с управлением. И реально у нас шла реформа не только каких-то видов войск. Там реформы проводились в министерстве и других министерств, внутренних дел, прокуратуры. Так что у нас прошлись реформы параллельно. И было легче все это делать. И реально у нас это вышло. У нас был еще болезненный этап, потому что прямо было принято решение, потому что у нас после революции РОС, которая произошла, у нас ничего не было. Вот военнослужащие. Я служил от 1995 года. У нас реально ничего не было. Все было сфоровано, все было продано. У нас не было техники, у нас не было авиации. И были в очень худшем состоянии. Так что реально через несколько лет у нас появилась первая бригада, которая была перешла к стандарту НАТО по всем понятиям. Там зарплата, экипировка и так далее. И структура, и в управлении. И это прошло хорошо. И мы реально после войны, тоже 2008 года, еще немножко добавили там и завели каких-то реформ, маленьких, не таких больших, которые у нас были с 2004 на 2005. А здесь в Украине у нас, мы знаем, что у нас очень война. Продолжаем сопротивление. И это реформа, которую мы предлагаем сейчас в Насгвардии. Это сетапами. И чтобы сейчас не пошло так, чтобы мы что-то испортились. И что это пошло безбелезненно с координацией с руководством. Понятно. Настин, вопрос к вам. Я читал ваш блог на Крисмоденте, кажется. И вы там сравнивали НАТО с конструктором Лего. Если можно, расширьте, объясните этот тезис. Я вам в этом буду помогать всячески. Ну, собственно говоря, почему Лего? Потому что мы специально даже с ребятами сегодня побежали, купили два комплекта Лего. Они, в принципе, разные. Можно представить, что это, допустим, Великобритания, а вот это, допустим, Франция. И вот можно одну деталь из Великобритании взять и где-нибудь присандалить французской модели. И она будет на своем месте, она будет работать. В принципе, точно так же вы сравнивали систему НАТО с конструктором Лего. Объясните, пожалуйста, почему. И для чего нам стандарты НАТО? Что такое стандарты НАТО? Очень хорошо, что вы обратили внимание на такое сравнение. Я хотел сказать, когда употребил вот это сравнение, обратить внимание на то, что в НАТО, в этот блок, входят различные страны. И во многих из этих стран своя система построения вооруженных сил. Но для того, чтобы между собой взаимодействовать, выполнять общие задачи, которые, по сути, этот блок, он является блоком коллективной безопасности, а значит взаимодействие именно в военном смысле. А взаимодействие, значит, частей разных систем, которые управляются по-разному. Поэтому в рамках этой организации был выработан единый механизм оценки принятия решений и контроля по проведению операций. По сути, это и является вот этим конструктором Лего, который может встраивать в себя разные системы. Канадскую, американскую, Францию. Мы видим, как они коллективно участвуют в миротворческих миссиях или в совместных боевых операциях в Афганистане, в Ираке. Это мы все видели, что там происходило. И на сегодняшний день мы это тоже видим в взаимодействии. Самое главное, о чем нужно говорить, когда мы говорим о структурных изменениях и реформе, это структурные изменения, способ принятия решений. Штаб – это и есть главный орган, который вырабатывает это решение и потом контролирует его на протяжении выполнения всех операций и жизнедеятельности этой структуры. Вот что главное. Поэтому наша задача, которую мы хотим реализовать во время этой реформы, это сделать так, чтобы орган управления, который в каждой структуре силовой есть, чтобы он был идентичен, чтобы они между собой очень хорошо взаимодействовали и понимали друг друга беспрекословно, понимая, как устроен орган управления на самом низшем уровне, так он устроен по такому же подобию и на самом высоком уровне, на стратегическом. Тогда все друг друга будут понимать, команды там на уровне стандартных процедур прописываются, и этот орган способен принимать эффективные коллективные решения, что тоже очень важно и является одним из серьезных, таких важных аспектов при выработке решения, коллективное решение. Хотя при этом замысел командира, он всегда остается и существует. Ну вот, наверное... То есть мы говорим о том, что перед нами стоит задача создания вот такой детали лего, которая может спокойно занять и уверенно занять свою нишу, свое место вот в этой общей конструкции Северо-Атлантического альянса. Георгий, к вам вопрос. Вы упоминали о том, что в несколько этапов будет происходить реформирование. Поподробнее, сколько этапов, и конкретно на каждом из них, чем будет заниматься Национальная гвардия? Первое, что для нас главное в этой этапе, мы должны реально брать и смотреть, что происходит в Министерстве обороны. Потому что оно и является главной силовой структурой в Украине. И для нас главный месяц понять, в которую направлению берет вооруженные силы Украины. Это раз. Второе, когда мы этот месяц уже уйдем и прочитаем, и посмотрим, как у них будет структура управления, мы будем делать идентичную, похожую на управление войск, которые находятся в Национальной гвардии. Этот этап реально первый этап, который Министерство обороны озвучило, это был 16-18 первый этап и 18-20 закончание. Последний этап, они так сказали. Я думаю, в Национальной гвардии это у нас будет, когда мы реально поймем, какое направление, я думаю, что в Национальной гвардии эти реформы будут максимум через год, потому что она еще гибкая, она реально маленькая структура. И в этом структуре и в этом этапе, в этот один год, мы думаем, что у нас будет максимум три этапа, но мы закончим всю реструктуризацию и реально стандартизацию по системе НАТО через год. Так что реально сейчас у нас этап, чтобы провести маленькие подготовительные лекции и сказать, как это реально можно внедрять в каждое управление и отделение. Потом мы будем реально внедрять в главку, а потом будем переходить этап на ТРК, на бригады и полки и так далее. Так что я не думаю, что это будет такой же длительный процесс, как в Министерстве обороны, и оно закончится через год. Смотрите, реформы, они предполагают в первую очередь, если я правильно понял, тезисы, озвученные вами на пресс-конференции, они предполагают и глубокое реформирование руководства. Также вы говорите о том, что в первую очередь должна быть реформирована система Министерства обороны. В связи с этим у меня возникает вопрос. В Министерстве обороны очень много проблемных моментов, в том числе, допустим, силы специальных операций, о которых мы говорим с 2006 года. В Министерстве обороны есть генерал Виктор Муженко, которому очень много вопросов. Не только у экспертов, профессионалов, а уже и у гражданского общества. В связи с этим у меня возникает вопрос, как я уже говорил ранее, стоит ли смотреть на Министерство обороны. Почему не провести по своей линии реформы и, собственно, на этом остановиться? Нет, я сказал смотреть в Министерство обороны. Первое, чтобы узнать структуру их управления. Сейчас мы возьмем и внедрим в Нацгвардии управление турецкого варианта, жардармерии. Или румынскую, или французскую, или немецкую. Там у всех по-другому устроено управление. Потому что главный месяц, чтобы понять реально, как у них будет управление, чтобы у нас было четкое понятие, куда мы идем. Как мы получим вместе с Министерством обороны структуру. Мы будем начинать этот проект. В принципе, уже начали. Будем реально идти и заканчивать через год. Я хочу добавить и еще раз вернуться к Лего. Нам главное понять, по какому принципу, как будут устроены элементарные частицы в Министерстве обороны. Тогда мы сможем уже это ведомство сделать так, как это будет соответствовать их функционалу. Но основные блоки, основные органы управления будут сделаны по такому же типу. И тогда им будет намного легче между собой взаимодействовать. Хотелось бы еще спросить про какие-то прикладные вещи. То есть понятно, что в первую очередь, и вы об этом говорили, в первую очередь надо подготовить инструкторов, которые уже в последующем будут готовить бойцов. Где это все будет происходить? Достаточно ли материально-техническая база для того, чтобы провести реформы в срок? Достаточно ли поддержка у руководства? У руководства есть понимание, что эти реформы необходимы, своевременные? Не то что своевременные, они необходимы на вчера. Ну, командующий генерал-лейтенант Аллеров – это боевой генерал. И, как любой боевой генерал, он очень хорошо понимает, какое место занимает военное образование и подготовка личного состава, какое важное место занимает она вообще. Поэтому он огромное внимание уделяет образованию. На сегодняшний день в структуре Национальной гвардии есть один подготовительный центр для личного состава солдат и сержантов. Он является инициатором создания нового центра, который расширит возможности и даст возможность готовить еще и специальную боевую подготовку, расширить именно в эту сторону. Потому что Национальная гвардия сегодня, мы видим, столкнулась не только... Она применяется внутри страны, она столкнулась еще и с внешним противником и участвует наравне с вооруженными силами в боевых действиях. Поэтому боевая подготовка вышла на одно из первых мест, и он всячески поддерживает и инициирует создание нового учебного центра, где будет именно личный состав обучаться боевой подготовке. В Национальной гвардии есть один вуз и факультет. Поэтому ресурсы, где готовить личный состав, есть в Национальной гвардии. Сегодня вопрос о том, что нужно внедрять новые программы. И на самом деле сотрудничество и взаимодействие Национальной гвардии идет в этом направлении со многими странами, Соединенных Штатов. Постоянно идет обмен специалистами и не стоит на месте. Национальная гвардия идет, наверное, впереди всех. Другое дело, что очень хочется обратить внимание на то, что нужно больше внимания уделить изучению иностранных языков. Это и есть язык, на котором мы будем потом общаться с американцами, англичанами. Поэтому этот важный аспект нужно сегодня обратить на него внимание и создать школы по изучению языка. И сделать так, чтобы военнослужащие Национальной гвардии, а я думаю, в перспективе вооруженных сил Украины, все знали английский язык. И это даст возможность еще быстрее двигаться в этом направлении. И, конечно же, интенсивность обучения пойдет выше, потому что можно будет отправлять наших специалистов на границу. Это очень важный момент. А про Золочево хотелось бы узнать поподробнее. Насколько я понимаю, как раз это будет структура, которая будет создана чуть ли не с нуля для подготовки служащих на гвардии. В Золочево было до войны тоже подготовка. Там был официальный центр для солдатов и для сержантов. Но они изучали только ту тактику, которая им нужна была. А сейчас, вот после войны, там сейчас добавился, наверное, цикл, который будет изучать по военным делам, как надо передвигаться с нуля, если скажем так, с нуля, с индивидуальной подготовкой до отделения и взвода. Так что Золочево это начало. Я думаю, что военный подготовительный цикл для солдатов и сержантов потом он будет старее, около Киева. И там реально Насгвардия будет внедрять вот эти новые, исходя из нового вызова, который у нас на капуста, опыт, который у нас на капуста в АТО, плюс тот опыт, который у нас есть с Афганистаном, с Иракой, с другими боевыми действиями. Так что вот этот начальный центр, который будет реально создаваться, он будет создаваться на опытах, которые мы уже набрали. Так что там еще будет внедряться новая система симуляции, и реально будет похож на такой подготовительный центр, который есть в Атланте, Джорджия, Форт Беннинг. Оно будет реально подготавливать всех родом войск, которые сейчас появились в Насгвардии. А за счет какого финансирования это все будет происходить? За бюджетные деньги, либо это будут какие-то иностранные доноры? Я думаю, что за бюджетные деньги и плюс доноры иностранцы, реально, когда увидят, что мы делаем новую школу подготовления, реально будет много доноров. Когда этот центр уже начнет непосредственно свою работу, работать в полную силу, да, и можно ли будет его посмотреть? Нам, как журналистам, всегда интересно что-то новое увидеть и показать, что реформы есть, они идут, и что есть опыт, который надо перенимать в другие структуры, в том числе и в Министерство обороны. Значит, у нас в Золочево уже началось, потому что в Золочево был такой подготовительный центр, и мы сейчас там начинаем создавать. Уже мы в Золочево приняли новую роту, которую уже подготавливаем. Мы там уже подготовили 42 инструкторов, которые прошли учения с иностранными инструкторами, ну, конкретно с американскими инструкторами, и реально они получили, у них есть опыт АТО, плюс добавились МИД, группа Патриот, которые внедрили этот опыт, и они уже сами будут преподавать. Так что можно сказать, что у нас в Золочево уже есть 42 инструкторов, которые могут преподавать, и сейчас уже преподают одно из рот у нас в Гвардии. Так что вот в заключении, я думаю, что будет это показано, что они выучили, и мы вам сообщим, когда реально, я думаю, что конец февраля вот этот рот... То есть в конце февраля можно будет ехать в гости в Золочево? Да, и показать рот. Замечательно. Вообще очень хорошо и очень приятно, когда люди приходят, рассказывают о реформах, и рассказы не заканчиваются на рассказах, когда уже есть предмет, который можно посмотреть, пощупать, и, как я уже сказал, рассказать остальным. Я вам очень благодарен за то, что нашли время, за то, что смогли прийти и рассказать о том, что происходит, и желаю вам всяческих успехов, потому что, еще раз говорю, очень приятно отмечать, что есть вещи, которые все-таки в этой стране делаются. Я напоминаю, что гостях у меня про реформу национальной гвардии говорили мы с Костянтином Паршиным, это консультант национальной гвардии, а также с Георгием Каландадзе, Каландадзе, перепрошу, это также консультант, и начальник Объединенного штаба Збройных сил Грузии в 2012 году. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!